Приветствую вас. Вы знаете, мне показался интересным достаточно ваш вопрос, который бы задает я решил записать на него ответ. Вот, я думаю, что в целом это довольно интересная тема, которую вы понимаете, вот, мне бы хотелось более подробно её раскрыть. Итак, мне 24 года, пишите вы. Вот, обратите внимание, что вы сразу даёте свой возраст. То есть, такое ощущение, что вам ваш возраст, для вас ваш возраст имеет какое-то значение. Какое значение для вас имеет возраст? Я всегда жила с добром сердца. Верила в загробную жизнь, чудеса, мистику, судьбу, беверанг, религию и любовь. Ну, я бы сказал, вы жили в таком достаточно иллюзорном мире, вот. Начинается этот иллюзорный мир с добра. То есть, это детское такое вот образование, добро и зло. То есть, это вот некие такие именно детские, именно гипертрофированные, именно нереалистичные, сказочные архетипы. Да? Потому что добра, зла не бывает. В реальном мире чего-то, чего-то в чистом виде не существует. Не существует. Не существует плохих людей, хороших людей, злых людей и так далее. Да, это просто люди. Они могут быть разные. Поэтому я бы сказал, что вы здесь излишне категоричные, излишне, как-то вот, ну, в крайности, вы бросаетесь в крайности. В моей жизни было много боли, но меня это не изменило и не сломало. Но, знаете, вот. С другой стороны. В моей жизни было много боли. Вот много, это оценка. Много боли, это оценка. Просто в моей жизни была боль, которая меня не изменила и не сломала. Что-то вас не взломало, это не факт, потому что в итоге вы все-таки изменили свою позицию, как вы говорите. То, что вас это не изменило, вообще-то говоря, это очень древозный знак, потому что получается, что никакого опыта из вот этих ситуаций, которые болезненные, вы не извлекли никакого опыта, вы не увидели никакого опыта из, не вынесли никакого опыта из боли, то есть вы не выросли, и вы гордитесь тем, что вас это не изменило. На самом деле это очень древозный знак, говорит о том, что у вас достаточно жесткие, ригидные установки, которые не открыты для чего-то нового, которые не дают вам развития, не удерживают ваш кругозор на таком уровне, чтобы вы могли как-то вот развиваться и расти. Так что это очень, в общем-то, тревозный знак, как я уже сказал. Дальше. Неделю назад я посмотрел несколько видео на темы из первого предложения, о которых было сказано, что ничего этого в нашем мире нет, не существует чудес, мистики, брака, религии, любви. Я придумал люди, чтобы жить было веселее и проще. Ну, во-первых, какой вызывает вопрос, какой появляется вопрос? Первый. Почему вы поверили этим несколько видео? То есть вы такой легко верящий человек, вы такой наивный человек, что вы поверили просто нескольким видео. То есть сказать можно вообще все что угодно. И ощущение было, что вы уже не были готовы поверить. Были готовы к тому, чтобы поверить, но переложили ответственность на эти видео. Второе. Это то, что вы как-то вот саму концепцию чудес, мистики, бумеранга и любви, религии и любви, вы как-то понимаете ее очень однобоко. Такое ощущение, что вы это понимаете исключительно в контексте какой-то сказки. Например, бумеранг, вот тот же бумеранг, да, это то, что реально существует. Только это существует в абсолютно логичном, абсолютно объяснимом варианте. Если человек делает какую-то вещь, абсолютно неважно какую вещь он делает, если человек нуждает поступок, и этот поступок соответствует внутреннему цензу человека, если этот поступок соответствует ценностям человека, то все будет хорошо с человеком. Даже если этот человек попадет в тюрьму, даже если его за это убьют и казнят, самим человеком все будет хорошо. Но если человек совершает какие-то действия и они противоречат внутренним ценностям человека этого же самого, то такой человек будет несчастен. Чем? Это не принцип бумеранга. Вы же говорите о каком-то внешнем контроле. То есть, по сути, вас избавили от контроля внешнего. То есть, кто-то перестал над вами давлечь. И вы говорите, я могу теперь делать все, что хочу, так как бы какой тебе смысл, чего теперь бояться там и так далее, и так далее, и так далее. Человек является главным контролирующим органом самого себя. Если человек делает что-то против своих ценностей, он будет несчастным, всегда получит бумеранг. Знаете, всегда. Если человек делает что-то против самого себя, всегда будет расплата. Дальше. Что касается религий. Религия – это продукт исключительно социального. Главное – вера. В то, что человек веры. Что такое вера? Вера – это безусловное подразумевание чего-то, как существующего, без явных на то доказательств. То есть это просто вот, как бы интуитивное, такое интуитивное воспроизведение чего-либо. И поскольку это не доказано, религия всегда имеет дело с не доказанной, то естественно могут говорить и пытаться доказать, что этого не существует. Ну, как бы я могу с верностью сказать, что вы никогда не верили, если несколько видео способны, как бы, вашу веру, ну, початнуть или убрать вас вообще. Следующий момент – это любовь. Любовь существует, когда один человек заинтересован в жизни другого человека, в развитии другого человека. Мистика – то, чего нельзя объяснить. На самом деле очень много вещей, которых нельзя объяснить, они являются мистичными до тех пор, пока их не объясняют. Какие-то вещи объяснить, скорее всего, не получится никогда. А значит, мистичнее будет всегда, но не сказочно. Понимаете, такое ощущение, что вы хотите жить в сказке, что реальный мир вас пугает, вы не, как бы, вы воспринимаете реальный мир как угрозу и пытаетесь уйти в сказку. А когда вы подходите к ному, что сказки нет, что только реальный мир, вы начинаете вывести аморальный образ жизни, тем самым избегая этого самого реального мира. То есть, по сути, создавая себе, ну, свою сказку. То есть, то, что вы здесь описываете, то, о чем вы говорите, это больше вот про именно избегание, это избегание реального мира. Дальше. Так, значит, всегда ведь хочется поверить, что Бог поможет, чтобы не надо случиться какое-то долгое данное чудо, что обидчикам прилетит в голову, что все события не случайны и имеют важное значение, что каждый может знать что-то про нас сейчас у нас в бою. Вам не кажется, что это некая жертва, вот такая вот позиция? Вам не кажется, что это несколько инфантильная позиция? Вам не кажется, что это позиция, ну, мягко говоря, нереалистичная, когда, например, обидчикам прилетит в голову? То есть, кто-то должен за вас отомстить, кто-то должен вам помочь. То есть, вы, условно говоря, вы транслируете следующую мысль. Я нуждаюсь в помощи, сама по себе я без помощи, но мне нужен кто-то, чтоб мне помог, только опираясь на кого-то, на судьбу, на Бога, я могу идти по жизни, ну, как-то вот более-менее адекватно. Ну, то есть, это, а почему вы, ну, из чего вы считаете, что вам нужна помощь? Из чего вы считаете, что, вот вы говорите, всегда хочется, чтобы поверить, что Бог поможет, внезапно случится показательное чудо? То есть, такое ощущение, да, что сам я делать не хочу, самостоятельно, я прикладывать усилия не хочу, а хочу я всегда больше, чем реально могу, и поэтому я надеюсь на какую-то помощь из меня. То есть, я ставлю себе, ну, непомерные задачи, я ставлю себе нереалистичные цели, я надеюсь, что мне помогут их достичь. То есть, по факту, это проблема личной границы, личной ответственности, когда вы живете не по своим способностям и не по своим реальным возможностям. Дальше. После того, как я осознала, что все это надуманный бред, внутри меня стало безумно пусто, а в голове появились страшные мысли. Ну, тут момент такой. Опять же, как вы, как-то быстро все вы осознали это? Значит, в голове появились страшные мысли. Зачем тогда быть хорошим человеком, ради чего он? Пацаны, хороших людей нет. С вами бы здесь вот с этих моментов поработал. Кто меня отсудит и накажет за мои плохие поступки, за плохое отношение к бледнему? А, для чего вас наказывают и осуждать? Если вы поступаете в соответствии со своими ценностями, если ближний для вас ничего не значит, что вы можете к чему так поступить, то никакое наказание вам не поможет. Никакое наказание не сделает вас несчастным. Если же вы поступили против своих ценностей, то вы вполне себе сами себя сделаете несчастным и сами превратите свою жизнь в ад достаточно легко. Бомеранг не прилетит на обратно, потому что это выдумка. Но, повторюсь, опять же, вы как-то очень быстро поверили в то, что это выдумка. Кроме того, я только что сказал, что это не выдумка. Созникаться, что вы вот неустойчивы в своих ценностях, это очень больше похоже на эмоциональные качели. Дальше. Никто свыше не поможет мне в трудную минуту и не облегчит моё состояние, потому что никого свыше нет. А почему вы считаете, что вам даже не помогать? Я боюсь стать плохой. И что такое плохой человек? У другой страны мне всё равно, потому что до этого ничего не будет. Вопрос в том, что вы хотите делать и что нет. Всю свою жизнь я была добрая, безобидная, терпела издевательство и прощала своих обидчиков. Я была на высокой цели, хотела изменить первую лучшую сторону. Нет, вы не были доброй и безобидной, потому что вы жили в иллюзии. Если вы готовы обидеть, если вы готовы отомстить обидчикам, это не делает вас доброй или злой. Это сделать вас просто человеком, который может позволить себе в силу своих ценностей так поступить. Вы не хорошая и не плохая. У вас очень много оценочных суждений. Я бы тут ещё с обидой поработал, потому что обиду вы тоже воспринимаете в некоторой такой манипулятивной форме. Так, ну кому и зачем это нужно? Вам? Вам это не нужно? Вам, вот лично вам. На земле очень много злых людей есть хорошие, опять же, да? То есть как бы это вот деструктивное дифференцирование. Хорошие – это те, которые ввели в заблуждение придуманными моральными нормами, которых ввели в заблуждение. То есть, по сути, хороший человек – это жертва. Вы вот так хотите сказать. Ага, это жертва. Если они однажды поймут, что разочаруются, как я, то будет уже не до смеха. А кто смеётся? И почему вы считаете, что они разочаруются? Почему вы считаете, что разочаровывать человека можно несколькими видео? Я все пытаюсь найти себя свой, пытаюсь найти себя, свой быт, свою цель, свои растиры. Все это было связано, естественно, с добром. А что такое добром? Опять же, кому и зачем это нужно? Это нужно мне, теперь уже вряд ли. Ну, значит, вам это не нужно было никогда. А значит, вы заменяли свои цели и свои ценности целями и ценностями кого-то другого. А значит, вы не жили своей жизнью. А значит, скорее всего, вы хотели быть доброй, чтобы кому-то что-то доказать. А это уже конфликт, скорее всего, с некоторыми родительскими фигурами. Не обязательно с мамой и папой, но это суррогат. Вы говорите о суррогате своей жизни сейчас, своего жизненного пути. Так. Я сейчас очень близко к тому, чтобы встать на плохую дорожку. Некому будет меня остановить. Ну, выглядит как попытка привлечь внимание, честно говоря. То есть, ну, хотите, вставайте, в чем проблема? Зачем вас останавливать? Вы вроде бы взрослые. Единственное, что сейчас меня останавливает, это моя болезнь. Ну, с этим можно поработать. Более шести лет назад она меня остановила, когда я вела о моральном образовании. Это сейчас она меня оберегает от этого же. Нет. На самом деле, это вас оберегает не она. Вы сами используете болезнь для того, чтобы это не делать. Но, опять же, это ваш выбор. Но в моей голове еще идет война, и хорошего и плохого, и последнего довольно неплохие шансы. Ну, опять же, это звучит как некая попытка привлечь внимание, некая попытка, чтобы вас перестали, чтобы вас начали уговаривать, чтобы вас опять заставили поверить. Вот. Скажи сразу, никто этого делать не будет. Это ваша жизнь. Вот. Вам нужно сформулировать вопрос к психологу и начать по этому вопросу работать. С тем специалистом, который захочет это с вами сделать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Всего доброго.